Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! С вами Инкогнито Татьяна. И это город Днепр, Украина. По-старому город назывался Днепропетровск. В городе осень. Вот покажу вам немножечко красоту нашего Днепра. Хочу сегодня сходить в магазин, посмотреть, какие цены в магазине. Принесу свои покупки и покажу вам, что я купила и по каким ценам. И у вас есть возможность посравнить наши цены с вашими ценами. Ну, вот такая красота у нас в городе. Новый мост уже открыли. Он уже работает. По нему ходит транспорт. Ну что, я иду в магазин и покажу вам, что я купила. Итак, что же я сегодня купила? Была я сегодня в трёх магазинах. В двух магазинах Варус и в одном магазине АТБ. И вот такую вот гору продуктов я накупила. Итак, давайте начнём с магазина АТБ. В магазине АТБ я покупаю хлеб. Хлеб вот такой вот сечеславский. Он не совсем белый, не совсем чёрный. Вот такой серый хлеб. Но когда он свежий, он очень вкусный. И такой хлеб мне стоил 6,50 за вот этот вот кусочек. Здесь у нас 335 грамм. Также я купила кофе. Купила кофе Якобс. Кофе Якобс был на скидке 3 в 1. И этот кофе стоил 2,40 за одну такую вот штучку. Также купила шоколад. Шоколад вот такой Рошен. Я в АТБ купила почти всё на скидке. Вот такой Рошен. Давно хотела его попробовать. Говорят, он вкусный. Этот шоколад с вишней. Вот он сейчас стоил в АТБ 10,70. Хочу его попробовать. Не знаю, какой на вкус. И люблю... Люблю шоколад Миллениум. Вот такой чёрный шоколад. Dark шоколад с крупными орехами. Этот шоколад тоже был сегодня на скидке. И стоил он 17,70. Так, что у нас ещё на скидке? Вот такой вот сыр. Творожный сыр. Тоже давно хотела его попробовать. Тут всего 150 грамм. Стоит он 29,90. Но считайте, 30 гривен за вот такие вот 150 грамм. Не знаю, попробую. Потом сделаю вывод. Стоит ли его покупать в дальнейшем или нет. Купила пирожок, который я уже успешно съела. Пирожок был с капустой и стоил он 3 гривны. И вот такую вот булку. Булка вот такая вот. Раньше в Советском Союзе эта булочка стоила 9 копеек. Если вы помните, такая была вздобная булочка. Сейчас она у нас стоит в АТБ 3 гривны. Вот такие покупки были в АТБ. И вот такой вот чек. Всё это мне обошлось 75,70. А доллар у нас сейчас 25 гривен. Ну вот считайте, что 3 доллара я потратила на свои покупки в АТБ. Теперь давайте посмотрим, что я купила в Варусе. В Варусе я купила вот такие вот куриные бёдрышки. Бёдрышки у нас стоят 68,50 за килограмм. И перец белозёрка. Перец, конечно, уже не такой, чтобы уж сильно хороший. В общем, я выбирала, выбирала из того, что было. И выбрала всего себе 3 перца. Перец килограмм стоит 17,70. Так, вот это вот. Теперь я купила ещё вот такие вот сосиски. Сосиски мне нравятся. Молочные сосиски Варта. Вот. Они стоят 126,90 за килограмм. Неплохие сосиски. Я их покупаю. Они вкусные. Похожие мне на молочные сосиски. Вот как в Советском Союзе были. Вот ещё купила на пробу вот такие вот маленькие сосиски. Они написано, что это сосиски из индюшинного мяса. Ну, насколько там они из индюшинного мяса, не знаю. Салтевский мясной комбинат. Вот килограмм 65 гривен за килограмм. Хочу попробовать, что же это такие за индюшинные сосиски. Вот сырковая масса. Сырковая масса Любимчик. Это наша Днепропетровская фирма. Эта сырковая масса стоит 17,70. Мне кажется, что она в Аварусе тоже была на скидке. Ну, вот такая вот её цена. 23% жирности. И тут всего 180 грамм. Так, теперь, что я ещё купила? Купила бананы. Бананы стоили 1 доллар. В общем, 24,90. Вот такие бананы. Тоже они были в этом Варусе на скидке. Кстати, что я заметила. Была в двух Варусах. И в двух Варусах разные цены на продукты. В одном Варусе, в центре, возле Цума, бананы стоили 27,00 с хвостиком. А в Мост-Сити почему-то 24,90. Ну, в общем, я решила купить за 24,90. Крупа пшеничная. Крупа пшеничная Артек. Я люблю такую крупу. Она сразу варится в пакетиках. Поэтому не пристаёт к кастрюле. Это очень удобно. Хотя и получается, что она дороже, чем та, которая в пакетах просто продаётся. Вот крупа пшеничная. Стоит 7 гривен. Тут всего 300 грамм. 7 гривен за 300 грамм. Также купила вот такие вот яблочки. Яблочки я эти часто беру. Пока они есть. Это яблоки украинские. Так они во всяком случае называются. И стоят они 12,80 за 1 килограмм. Ну, вот это, пожалуй, всё, что я купила. Сейчас я вам покажу чеки. Вот это в одном варусе. Здесь было мясо и перец белозёрка. Эта покупка мне стоила 59 гривен. И второй чек из второго варуса. Здесь я купила крупу, бананы, сосиски, сырковая масса и яблоки. Здесь у меня стоила 80 гривен моя покупка. В общем, все покупки мне сегодня обошлись где-то 215 гривен. Вот такие мои покупки. Доллар у нас стоит, как я говорила, сейчас 25 гривен. Поэтому можете посчитать, сколько такие же продукты стоят у вас в вашем городе. Ну, у меня получилась сегодня на 8 долларов моя покупка. Так что считайте, пишите, сравнивайте с вашими ценами. Скажите, такие ли у вас цены или у вас дешевле продукты. А с вами была Инкогнито Татьяна. И всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok